Доброе утро, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется доклад «Принципы цифровой микроскопии. Флюоресцентная микроскопия». Обратимся к истории. Термин «флюоресцентция» был введен в середине XIX века физиком-профессором математики в Кебриджском университете сэром Джорджем Габриэлем Стоксом. Стокс описал флюоресцентцию, проявленную флюоритом и урановым стеклом. Орландский ученый изучал способность этих минералов превращать ультрафиолетовое излучение в излучение с большей длиной волны и которое является видимым. В соответствии с правилом Стокса, длина волны испускаемого света больше, чем длина поглощаемого, поскольку при поглощении часть энергии рассеивается в виде тепла, а излучение света больше длины волны требует меньшей затраты энергии. Флюоресцентная микроскопия появилась в начале XIX века в виде разновидности ультрафиолетовой световой микроскопии. Луминесцентный микроскоп был изобретен в 1911 году, и в 1935 году были введены в практику флюоресцентные красители. В середине 70-х годов XX века началось прямое изучение последовательности ДНК с помощью клонированных генов. Получение таких фрагментов резко расширило способность прямого физического картерирования генома с помощью локализации генов на хромосомах. Методом гибридизации ин-ситу сначала в радиоактивном варианте в 1969 году, а впоследствии в флюоресцентном варианте в 1986 году. И последний метод получил название флюоресцентной ин-ситу гибридизации. Актуальность вопроса. Изучение хромосомных нарушений позволяет уточнять диагноз, прогнозировать развитие опухоли, подбирать эффективную схему терапии, дает возможность цитогенетического анализа хромосомных нарушений в опухолевых клетках, подвергшихся фиксации и заливке в парафин. Наиболее известным тестом является определение амплификации гена HER2 ракомолочной железы. Определение HER2 статуса при раке молочной железы является ключевым компонентом в диагностике и в дальнейшем прогнозе заболевания. Однако установить HER2 статус не всегда удается точно. В случаях промежуточной экспрессионка белка HER2 необходим количество анализ копий гена HER2. Наиболее подходящим способом является флюоресцентная инситу гибридизация. Согласно рекомендациям Американского общества клинической онкологии совместно с колледжем американских патологов по оценке FISH HER2 с двойной меткой, неамплифицированным или негативным является результат в случае соотношения копий гена HER2 с количеством сигналов центромира 17-й хромосомы менее 2. Либо менее 4 сигналов в клетке. Промежуточным является при соотношении менее 2 и среднем число копий гена HER2 более 4, но менее 6 сигналов в клетке. И позитивным амплифицированным является при соотношении больше 2 или среднее число копий более 6 сигналов в клетке. В начале работы необходимо определить зону интереса. На предварительно отсканированных препаратов отмечаем интересующий нас участок инвазивной карциномы и сканируем эту зону во флюоресцентном режиме. После того, как скан готов, начальный анализ производят в DAPI-фильтре, в котором определяется качество изображения ядер опухолевых клеток. Ядра опухолевых клеток должны иметь равномерную окраску, четкие контуры и не должны наслаиваться друг на друга. Как мы видим, в цветном режиме контуры ядер неотчетливые. В цветном редакторе возможно поменять интенсивность цветовой окраски либо воспользоваться черно-белым режимом, в котором контуры ядер намного лучше визуализируются. В черно-белом режиме с помощью графического редактора отмечаем интересующие нас ядра опухолевых клеток. В зеленом фильтре, также в черно-белом режиме, производим подсчет сигналов с центромер 17-й хромосомы. В красном фильтре производим подсчет сигналов с копий гена HER2. Общая картина выглядит таким образом, в цветном режиме. В этом случае имеется амплификация гена HER2 при подсчете 20 ядер опухолевых клеток. Амплификация гена HER2, среднее число красных сигналов больше 6, 7,45, соотношение 2,61. Как уже говорилось, анализ необходимо проводить исключительно в зонах инвазивной карциномы. На данном слайде видно участок протоковой карциномы ин-ситу на окраске HER2. На флуоресцентном скане эту зону определить достаточно сложно. Это наглядный пример преимущества цифрового сравнительного анализа. В этом случае мы будем точно знать, где стоит производить подсчет. Также, как и в предыдущий раз, анализируем качество изображения ядер. В DAPI-фильтре производим разметку опухолевых ядер. В зеленом фильтре производим подсчет зеленых сигналов с центромерой 17-й хромосомы. Также в черно-белом фильтре. В красном фильтре производим подсчет красных сигналов с гена HER2 и его копий. Общая картина выглядит таким вот образом. В этой ситуации ген HER2 статус неопределенный, так как среднее число красных сигналов в ядре 4,68, а соотношение 1,49. Рассмотрим неамплифицированный случай. Также размечаем зоны интереса, анализируем качество изображения ядер в DAPI-фильтре, размечаем интересующие нас ядра, производим подсчет зеленых сигналов в зеленом фильтре и подсчет красных сигналов в красном фильтре. В данном случае красных сигналов в ядре 3,4, а соотношение 1 к 1. Исследование проводилось на 256 случаях рака молочной железы с неопределенным HER2 статусом. И неамплифицированные в данном случае были 52%, 38% амплифицированные и 10% неопределенным HER2 статусом. Таким образом, сравнительный анализ обычного исследования в флуоресцентном микроскопе с исследованием сканированных препаратов не выявил значимых различий при оценке и интерпретации случаев. Преимущество исследования цифровых препаратов в более объективной оценке с сохранением конкретных участков опухоли и клеток, в ядрах которых было проведено исследование, а также возможность хранения изображений. Недостатки. Большие объемы хранения. В среднем один препарат занимает более 10 гигабайт файлового пространства, а длительное время сканирования в среднем более 2,5 часов. Для сравнения, в среднем оценка фиш препарата под микроскопом занимает 30 минут, но не имеется возможности хранения препарата и его повторной оценки. Спасибо за внимание. Спасибо.